Апостол Павел в послании к римлянам пишет прямо, прямо, да, пишет и указывает на уже пророческие даже слова, которые были сказаны ещё даже до Христа, поскольку это является общим духовным законом жизни человека. Мне отмщение, то есть я отомщу. Мне отмщение – это славянское выражение такое, которое по-русски скажет «я отомщу», «я воздам». Это всё говорит Господь, Господь. Поэтому апостол Павел и призывает – не мстите, не мстите за себя. Даже с точки зрения, я бы сказал, элементарного рассуждения. Подумайте, вот меня кто-то обидел, я хочу ему отомстить. Но я дурак. Полезу что-нибудь туда, и мне голову свернут. А есть умный человек, который говорит «нет-нет, да не надо! Я тебе укажу способ, в котором ты так отомстишь, что ой-ой-ой!» Я скажу «да, о, помоги мне отомстить!» Это образ, это притча, которую я сейчас сказал. Почему? Чтобы объяснить, что значит, когда сказал Господь, «мне отмщение я воздам», то есть что значит «бог отомстит!»? Я же понимаю, как христианин, что всё происходящее не является случайностью. Всё происходит закономерно, в полном соответствии с моим духовным состоянием. Поэтому мы слышим от людей, умудрённых духовным опытом, потрясающие слова. Это слова, кстати, которые произносили Сегумен Никон Воробьём. Он говорит «оскорбители – это наши лучшие учителя». В чём дело? Какие учителя? Я думал, что я, в общем, человек хороший, спокойный, я добрый. И вдруг меня задели, и я увижу, что во мне вскипело, сколько злобы! Это я-то добрый? Какая злоба? Чуть ли не убить человека готов! Он приводил очень хороший пример, Егумен Никон, когда говорил «подойдите к лужице, посмотрите, чистенькая, светленькая, ну просто красота! Возьмите палочку и пошевелите по дну. Какая муть там поднялась! Ужас! Оскорбители – наши лучшие учителя! Чем же они лучшие? Почему? Почему? Они мне показали! Оказывается, вот кто, что во мне живёт! Не тронь меня! Вот что во мне! Какие гадости! Какая злоба! Поэтому, поэтому, действительно, сам вопрос, как отомстить за обиду, это уже вопрос, самопостановка вопроса, она уже носит совершенно, ну, я бы сказал, не только нехристианские, я просто антихристианский характер, не беспокойся, Бог есть любовь, и всё, что совершается с нами, совершается это наилучшее! Тебе это наилучшее, чтобы ты познал себя! Тому человеку тоже наилучшее! И он, Гриш, увидишь, что же ты сделал так несправедливо, поступил по отношению к человеку! Ты не знаешь его души, Бог знает! Но результат будет какой? Результат будет самый положительный и для тебя, и для него, если ты действительно скажешь, Господи, да будет твоя воля, а не моя! Ты, Господи, сделай наилучшим образом, а не я! Ибо Господь преподал один великий закон нашей человеческой жизни! Ещё раз повторяю, великий закон нашей жизни! Какой же? Как он звучит? Какою мерою мерите, такою возмерится вам! Учти, человек, если ты сейчас начнёшь мстить ему, то учти, а ты знаешь, сколько ты людей уже обидел? Знаешь? Ну-ка, ну-ка, вспомни, подумай-ка! И если тебе теперь все начнут так же мстить, что с тобой будет, какою мерою мерите, такою возмерится вам! И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними! Ты хочешь, чтобы тебе мстили? Говори, отвечай! Хочешь? Ах, не хочешь? Не хочешь? Не мсти тогда ему! Тогда будет добро и тебе, и ему! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok